Добрый день дорогие друзья! В этом видео хотел вам показать, как мы собирали гипсокартон в каркасном доме. Этот дом мы строили в прошлом году и остался он вот в такой стадии. То есть сделана пароизоляция и заказчик копил деньги, чтобы сделать уже дальнейший ремонт. Теперь мы делаем здесь гипсокартон, шпаклюем швы и на первом этаже будем делать теплые полы. Но это все будет в процессе, так как помимо этого мы еще производим строительство параллельно другого дома. Что хотел сказать по профилям. Во-первых, здесь мы профиля делаем необычным образом. Мы их размещаем в горизонтальном положении. Это делается для того, чтобы профиля попадали поперек стоек. Таким образом подвесы, чтобы крепить прямо в стойке. Шаг позволяет это делать, потому что у нас стойки идут через 62,5 см. Это в принципе даже с лихвой хватает для подвесов. Потому что подвесы располагаются до метра. После того, как мы фиксируем прямой подвес для профилей, мы уже набираем сами профиля. Профиля мы заказывали 6, то есть толщина металла. То есть аналог еще кнауфские профиля тоже 6, но кнауфские для нас были дороговатые почти в два раза. Мы заказывали ростовские. Ростовские у нас подешевле, конечно, будут. Тоже шестерочка, как кнауфские. Подвесы тоже брали такие добротные, плотные, чтобы не были как фольга. Что хотел сказать еще по поводу гипсокартона, по поводу профилей. Ну, во-первых, еще что хотел сказать. Ну, сейчас мы сделаем профиля, то есть будет проводиться электрика. Вот, еще когда горизонтально так вот делаем профиля, это еще дополнительно усиливает каркас, то есть каркасного дома. И также гипсокартон, ввиду того, что у нас будет также в горизонтальном положении находиться, вот, это еще лучше также усилит каркас. То есть дополнительно. То есть не сказать, конечно, что это очень сильно будет усиливать, но это даст дополнительное усиление для еще большей фиксации каркаса. Поэтому я советую вам, во-первых, чтобы не делать никаких дополнительно обрешеток деревянных, для того, чтобы вертикально стойки поставить. Лучше сразу бейте профиля горизонтально. Это, в принципе, быстро, просто. И дополнительно усиление, ввиду того, что гипсокартон будет завязывать сразу, как бы соединять сразу много стоек. То есть это дополнительно будет создавать еще одну жесткость для каркасного дома. Здесь по углам мы будем отдельно потом на гипсокартон фиксировать 30-й профиль, для того, чтобы более точно получилось, чтобы не было никаких... Так как там угол тупой, поэтому очень сложно сделать ровно. Малейшие там сдвиги по профилю, то есть все это существенно отражается. Здесь у нас будет арка, здесь будет дошиваться металлический каркас. Заказчик сначала сделал доски, а потом решил, что все-таки металлическим каркасом это все сделать намного проще. Вот, мы, в принципе, с ним согласны. Поэтому дальше будем продолжать. Я вам дальше покажу, как мы будем обшивать и дальнейшую нашу работу. В принципе, все, что хотел сказать. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! До новых встреч!